Лимоновцы Для того, чтобы их побили Милиция с таким же удовольствием приходит в это же место, чтобы их побить Даже если на это нет там особых оснований, да, например А все остальные, человек 100, приходят посмотреть, как милиция будет бить нацболу И, в общем-то, и все И возникает вопрос, а зачем? Ну, это все старые песни о главном Что мы выходим специально для того, чтобы нас побили Что нам только это и надо Мы такие мазохисты, которые специально лезем под дубинки И потом хотим получить 15 суток ареста или штраф денежный Это все говорилось уже много лет назад еще Когда устраивали первые марши несогласных, то же самое говорили Ну и наша власть вообще любит вот так вот рассуждать об оппозиции Что мы специально выходим для того, чтобы нас побили Ну, естественно, это не так Мы выходим Смысл стратегии 31, это отстоять свободу собраний Отстоять 31 статью Конституции, да, которая гарантирует гражданам право мирно, без оружия Собираться для выражения своего мнения У нас наши городские чиновники Почему-то решили, что митинговать можно только в гетто И постоянно загоняют оппозицию на... санкционируют митинги только в каких-то местах, где они сами считают нужным, безлюдных Да, нам сад Чернышевского, парк 50-летия Октября в Красногвардейском районе, там где-то на задворках, да, так, чтобы никто не увидел, не услышал ничего А наша позиция такая, что это наш город, имеем право митинговать, где хотим, да, и... Если нас не будут разгонять, то мы будем только рады А что вы будете делать, если вас не будут разгонять? Это будет означать, во-первых, нашу победу, потому что мы все равно выйдем и выскажем наши требования Если нас не разгонят, значит, мы победили, значит, мы отстояли право на свободу собраний Опять же, есть мнение, что вот собрались ребята, которым делать нечего, лучше бы шли тушить пожары Не, ну, у нас все наши активисты, кто приходят на эти акции, все учатся, работают, да, мы не получаем деньги за это У нас нет какого-то финансирования постоянного, вот, все футболки, значки, все это мы делаем за счет своих денег, взносов То, что мы сами на это скидываемся, все это делаем, да, поэтому... Ну, вот мы сейчас с вами сидим здесь в середине рабочего дня Я-то на работе, а вы? А у меня ненормированный рабочий день, потому что я занимаюсь журналистикой, пишу тексты в различные СМИ Так что, сказать, могу, не обязан сидеть в офисе от и до Понятно Вопрос серьезный, почему вы с требованием конституционности ваших прав и законности ваших прав не обратились в Конституционный суд? Ведь, очевидно же, есть противоречия между уведомительным характером этих митингов по закону, да, вот то, что описано И самим понятием несанкционированный митинг, который инкриминирует в том числе вам как нарушение Почему вы не обратились в Конституционный суд? Обратились. В марте приезжал сюда Эдуард Лимонов с Константином Косякиным, организатором стратегии 31 в Москве И подали иск в Конституционный суд именно по поводу нарушения 31 статьи на акциях стратегии 31 Пока что решение не вынесено еще в Конституционный суд, поэтому ждем Мы все помним, как здесь был в Петербурге первый марш несогласных, когда вышло очень много народу Они шли по Невскому, милиция и ОМОН расступались и пропускали Этот марш прошел, там было очень много народу В следующий раз народу было меньше, и с тех пор все меньше, меньше, меньше и меньше И есть опасность, что 31 августа придете вы И если, дай бог, не придет милиция, то не придет больше никто Может быть это тупиковое? Даже Алексеева уже признала, что это тупиковая ситуация Нечего ходить и стоять Я думаю, что Алексеева не права, просто она правозащитник, а не политик И она всегда ищет возможности для компромиссов, для договоренностей с властью И правозащитная работа, она предполагает, что ты должен договариваться с властью Если ты хочешь бороться за права граждан, вот ты должен это обсуждать Политик это немножко другая функция, я думаю, что стратегия 31 развивается успешно То есть мы видим сейчас, что это движение становится модным А вы знаете цифры, сколько по России вышло народу 31 числа в разных городах? Это же смешно Да, тут важна динамика на самом деле У нас в гостином двору мы начали выходить 31 января 31 января вышло 200 человек, 31 марта вышло 400 человек 31 мая 500, сейчас снова 500 Ну на наш взгляд там было порядка 500 человек На акции Хорошо, ну а ваша цифра? Наша цифра, что было не больше 100 Вас Не больше 100 Остальные были любопытные Ну вот здесь грань очень сложно это отделить Что значит любопытные? Непосредственно нацболов, да, было 100 человек, согласен Ну помимо нацболов-то еще масса народу приходит Они, может, не скандируют лозунги, но они стоят рядом Они пришли на эту акцию непосредственно Да, как тот молодой человек, которого в красной футболке Которого избил милиционер Мы думаем, что ситуация будет раскачиваться Ближе к выборам в стране И что это будет привлекать еще большее количество людей Несмотря на то, что в России-то вообще акции протеста привлекают народу очень мало В силу общего такого цинизма людей Никто не верит, что что-то можно изменить Вот, но мы, я думаю, что постараемся изменить этот климат И такая вера у людей, я думаю, должна появиться Мне все-таки очень интересно, какими методами вы будете внедрять в массах людей вместо цинизма идеализм Вот это мне очень интересно А ну, не, ну какими методами? Просто сам климат в обществе должен поменяться Должны прийти к власти другие люди, да Другие лица должны появиться на телеканалах Не тех людей, которые вот рассовывают эти пачки денег в разные места И мыслят категориями распила-отката А людей, мыслящих, идеалистически И это само по себе уже поменяет климат в обществе А руководство телеканалов тоже придется поменять? Не, ну само собой, разумеется И поменять руководство телеканалов И допустить свободные точки зрения Свободную дискуссию вернуть на телевидение Ток-шоу в прямом эфире, которые там существовали, да, еще в 90-е годы Все это, да, предстоит сделать нам Потому что, безусловно, в той конструкции власти, которая выстроена, да Ключевой элемент это зомбирование населения, там, ОРТ, российским телевидением и НТВ И те люди, те немногие люди, которые у нас ходят на выборы и голосуют за партию власти Это в основном как раз пенсионеры, там, и средний класс, который зомбирован этими Которые не ходят в интернет, а смотрят вот... Известно, что аудитория современного телевидения — это люди от 55 лет и старше Я имею в виду первые два канала И вы хотите попасть на первый канал, чтобы работать с этой же аудиторией, 55 лет и старше Если она смотрит телевизор, больше уже никто туда не придет С ними тоже надо работать, да Будете им внедрять идеализм И строить с ними новую страну Нет, я думаю, что этим людям-то, эти люди как раз, пенсионеры-то, они в наименьшей степени подвержены этой истории, там, с распилами и откатами, да В силу того, что... Партию пенсионеров-то, она надо было вам поддерживать И президента выбрать лет 80 Ну, Эдуард Неоменович объявлял о своих, о своем намерении баллотироваться Он как раз, сколько ему там, сейчас уже под 70 Так что, нормально Если вернуться к политической системе, как вы собираетесь ее реорганизовать? То есть, вы собираетесь вернуться к выборной системе власти на всех уровнях? Да, да, максимально выбирать вот от шерифа до губернатора Максимально на всех уровнях выборность Это, мне кажется, что это оскорбительно очень для русского народа Вот то, что сделали Ельцин и Путин, да Когда в этой системе власти от нас ничего не зависит И мы стали слышать слова о том, что наш губернатор говорил, что русским нужен... Точнее, не губернатор, а один из депутатов законодательного собрания, когда назначали Матвиенко Он говорил, что русским нужен царь, барин Вот об этом постоянно говорится, что нашему народу нельзя давать в руки власть, нельзя давать возможность выбирать Причем у нас многие либералы, вот об этом говорят, там, Разъеховский и компания Если русским дать возможность выбирать, они же выберут фашистов, коммунистов Они выберут каких-то там не нас правильных либералов, а каких-то страшных людей Мне кажется, что это глубоко оскорбительно считать, что русский народ не может сам решать свою судьбу Не может сам выбирать себе власть Мы абсолютно нормальный народ, ничем не хуже других, да, не хуже финнов или там каких-то других европейцев, которые сами, американцев, которые сами решают свою судьбу И мы должны вот эту ситуацию поменять Меняется она путем того, что выборности сверху донизу всех органов власти А сверху что будет в вашей системе? Какая парламентская, президентская будет форма правления? Значит, я думаю, что в России, конечно, должна быть президентская форма правления Все-таки царь должен быть Но с значительно большим контролем парламента, значит, в части, там, значения правительства, в части экономического блока и тому подобного А парламент тоже будет работать из идейных соображений? Ну, в каком смысле? Депутатская неприкосновенность, зарплаты Отменим, отменим Неприкосновенность, отменим зарплату Лоббирование за деньги Это вообще во всем мире происходит? Как вы это отмените? Происходит, да, но во всем мире с этим борются Опять же, путем... Да нет, официально работают в Штатах лоббистские компании Там очень тонкая грань есть, да? Самая демократичная страна в мире Там есть очень тонкая грань, где, значит, лоббизм переходит в коррупцию, да? И грань эту они достаточно четко соблюдают Свидетельство тому, эти периодически возникающие коррупционные скандалы И опять же, то, что люди отправляются в тюрьму А у вас-то как будет в парламенте? Ну, будем бороться с этим Тут велосипеды изобретать не надо То есть, сначала парламент изберут, а потом вы его посадите? Ну, нет, ну почему? Сразу посадим За коррупцию-то? Если у нас будут существовать свободные СМИ Если у нас будут рассказывать на Первом канале про это Если будет реальная многопартийность в парламенте, да? То это тоже инструмент, который... Все тайное становится явным Значит, когда монополия Единой России существует, да? То и они делают там, что хотят, да? И могут не оглядываться вообще даже на другие партии при принятии законов Потому что тут одна ситуация Когда их будет много, то подобного рода вещи будут всплывать Это будет осуждаться и расследоваться Так их много, и сейчас партии-то Сейчас только ленивый не создает себе партию Извините, реально в России семь политических партий, официально зарегистрированных, да? И созданы огромные препятствия для регистрации партий И более того, мы все знаем прекрасно, что решение, регистрировать или нет, принимается один конкретный человек Зовут Владислав Юрьевич Сурков Вот, поэтому... Вам он разрешил зарегистрировать партию? Ну, мы у него разрешение не спрашивали Ну, вы же говорите, что он принимает решение? Да, ну, посмотрим, вот мы подадим документы в Миньюз, посмотрим, какая будет реакция Вот тогда все его знают, проплачены вы из Кремля или нет? Если, стало быть, если вашу партию зарегистрируют, значит, Сурков разрешил Тут есть еще такой момент, что они же объявили о том, что свобода лучше, чем несвобода Те, кто у нас сейчас находится у власти, они объявили, что у нас сейчас модернизация, у нас демократия, да? И посмотрим, как они будут доказывать, что у нас демократия в той ситуации, когда разгоняют мирные митинги и не регистрируют оппозиционные партии Так что, если они нас не зарегистрируют, это тоже будет показательный результат, да, для этой системы